Утро в Вашингтоне, самое время выпить чашечку кофе, кстати, дешевле 5 долларов не купишь и читать свежую прессу. Газеты здесь пользуются спросом, практически на каждом перекрестке есть боксы как с платными изданиями, так и с бесплатными. Ну а на этой неделе повестка трагическая. Коби Брайан, легендарный баскетболист, погиб, и именно этой теме посвящены большинство статей, и даже такая тема, как коронавирус, ушла несколько на второй план. О Коби Брайанте можно услышать очень много материалов также и на телевидении, с самого утра идут моноэфиры. Ну а переключая канал, я, конечно, хотела узнать, а как здесь освещаются события в России. Честно говоря, пока я такой информации не услышала, а что действительно волнует американцев, это погода. В какой части Соединенных Штатов туман, в какой части Соединенных Штатов выпал снег, а где сегодня будет солнце, вот об этом рассказывают зрителям с самого утра. Пришло время развеять один миф, который связан с мемориалом Джорджа Вашингтона, который находится в самом центре Вашингтона. Как выяснилось, не только туристы, но и некоторые местные жители полагают, что в городе нельзя строить здание выше, чем этот мемориал, 169 метров. Но на самом деле это не так. Высотный регламент существует, но с мемориалом Джорджа Вашингтона он никак не связан. А вообще наверху, конечно, очень красиво. К сожалению, нельзя там снимать видео, можно делать только видовые фотографии. И город открывается буквально как на ладони. Ну, а чтобы попасть наверх, можно, например, преодолеть 896 ступенек. Но, к счастью, этого делать нам не пришлось, и туда можно комфортно добраться наверх. Приезжаем в один из самых дорогих районов Вашингтона. Эти дома стоят несколько миллионов долларов. Здесь живут очень богатые люди. Но дома должны строиться все же по определенным правилам. В одну линию. И закон зонирования едим для всех. Я нахожусь в самом центре города. Это деловой пульс Вашингтона. Здесь жизнь кипит. Бизнес-центры, отели, рестораны. В течение рабочего дня тысячи людей. Здесь же находится здание Международного пресс-центра Госдепартамента США. И одно из интервью состоится именно здесь. Спустилась в метро Вашингтона. Станция называется Кливленд Парк. На что я обращаю внимание, так это на то, что никакой рекламы вокруг. Просто серые стены. А поездка будет стоить 5 долларов. На протяжении нескольких дней наши камеры, мне кажется, практически не выключаются. Съемки идут в режиме нон-стоп. Вот мои коллеги продолжают работать. Изучаем доступную среду. Сейчас находимся на территории Голодецкого университета. Это единственный в мире университет, где получают высшее образование студенты с инвалидностью по слуху. Ну а итогом всей поездки станет фильм «Доступная Америка», который выйдет в эфир телеканала «Санкт-Петербург». Екатерина Ингалычева из Вашингтона. Специально для программы «Пульс города». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова